всем привет мои хорошие и покажу вам сегодня еще один свой филодендрон с ним у меня очень интересные отношения и тоже любовь возникла далеко не сразу я покупала синхоним и филодендроны и мне в подарок положили вот это чудо и честно вам скажу мне она сразу не сильно понравилось потому что не знаю как-то пришел череночек маленький не было еще особо красивых вот таких вот резных листьев листья были маленькие и они были все вот в эту точечку и точечка была достаточно такая желтоватая неприглядная по цвету и выглядело это как будто вот листья побитые будто это не рисунок а вот как например вот здесь да вот все-таки более желтоватый такой как будто побитый чем-то лист выглядит кстати да забыла сказать называется это ух лайм фиддл до филодендрон лайм фиддл вот и вот такой странный был очень корявенький череночек мне его положили в подарок я всегда очень благодарна за подарки поэтому я решила его конечно же оставить посадила но вот была не впечатлена на самом деле но решила пусть растет место есть а в дальнейшем посмотрим что и как будет и вот знаете когда товарищ вообще без претензий он просто растет забыла полить подсушила ничего нормально растем лишний раз полила все норм растем мало света много света переставляла его с места на место никак не могла его найти где поставить ничего все нормально парень растет и вот это вот его абсолютнейшая неприхотливость полка и неубиваемость и в дальнейшем вот эти вот красивенные листья вот эти вот резные вот такие странные достаточно интересной формы кстати когда мало света у него было он давал вот такие большие листья до растения умеют увеличивать свою листовую пластину чтобы поглощать больше света когда я мало но как только света стало много он переехал на балкон к орхидеям и получает свет вместе с ними он начал выдавать вот такие вот симпатичные смешные листья и он так быстро пошпарил я не ожидала такой прыти в росте он неимоверный кстати вот это вот свеженький листик смотрите как он отличается он такой более светлый и у него вот эти вот точечки видите как будто кто-то чем-то его побрызгал но потом они превращаются вот в такие желтенькие и вот знаете я к нему очень прониклась плюс мне нравится как вот он сейчас весна вернее уже лето уже первые дни лета и от солнца с окна вот такой вот красноватый оттенок у него появляется смотрится тоже очень интересно очень симпатично и несмотря на его странную форму неудобную форму для посадки у черенка это я ее уже заглубила видите а она там еще внутрь таким зигзагом уходит уже в землю он все равно классно растет а еще он стал домиком так уж сложилось у меня сильно пересохла моя циропегия буду варегатная сейчас подтянем поближе покажу так вот она и те остатки которые остались я нарезала положила сюда и так киева очень часто поливая как видите у него тут мох есть него кстати до посадка стандартная моя для подобных растений это земля мог кора в перемешку и там еще попадается лавовый камень или галька речная или местами может попадаться сирами что у меня на тот момент было так и вот так вот замечательно приросла и теперь разрастается моя циропегия буду вот кстати вообще красивый очень красивый варегат дала кстати хочу показать смотрите у меня есть вот такая более белая а есть вот такая которая более охотно дает розовый цвет хотя все покупалось как одно растение и стоит сейчас под одинаковым освещением но ведет себя немножко по-разному и сюда же попали подмученные немножко любовью моей дочери к этому растению в крестовнику роли варегатному но очень ей нравятся эти длинные волосы эти бусы и она часто она висит в подвесном кашпо и она примеряет себе на голову как будто это ее волосы в общем немножко увлеклась была неаккуратно оторвались веточки я их сюда тоже положила укореняется так что у меня здесь красота повсюду так и корешки вам покажу вот содержу я его ну как для себя достаточно влажно я его даже лишний раз поливаю например когда орхидеи просто опрыскиваю его могу именно полить ну вот ему нравится и недавно пересажен в горшочек побольше но уже пару месяцев как пересажен вот такие мете корнище за пару месяцев уже наружу вот они проросли и вот так вот себя показывают вот такая вот красотища так тут кстати хорошо видно прям кусок мха такой попался но вот такая посадка и вот сейчас я обожаю этот горшок причем самое смешное еще то что я не люблю я люблю групповые посадки орхидеи когда я вместе сажают дублин но я не люблю подсаживать несколько разных растений в один горшок как-то у меня почему-то с этим не складывается ни на каком уровне но вот в этом варианте прям все мои каноны ломаются потому что а действительно хорошо здесь эти сейчас смотрится и себя чувствует и церапегия и крестовник так что такой вот горшочек слова моих стереотипов вот такая прелесть очень мне нравится а по содержанию повторюсь опять таки на балконе растет с моими орхидеями балкон от застекленные отапливаемый зимой или оттуда ничего не выношу зимой обязательно есть дополнительная подсветка хорошая влажность у меня там на балконе сама по себе держится достаточно высокая плюс когда он оброс орхидеями стала влажность еще повыше вот поэтому ему там хорошо вот так вот он разрастается и вот так вот я его очень-очень полюбила появился он у меня в коллекции нежданно негаданно непрошенным гостем но покорил таки мое сердце на этом я буду заканчивать большое спасибо всем за просмотр я надеюсь вам вот такие вот мои ответвления от орхидеи тоже нравится и не забывайте ставить лайки подписываться на канал делиться этим видео с друзьями пишите в комментарии спрашивайте предлагайте может новые темы для роликов или еще что-нибудь я всегда рада всегда читаю стараюсь по максимуму всем ответить хотя иногда некоторые комментарии все-таки теряются но к сожалению это зависит не от меня ну что ж совсем все уже хочу пожелать всем солнечных дней пышных цветений пока пока